Как обычно, встречаемся на моей кухне, все неизменно, будем с вами сегодня что-то готовить. Да, вчера, кто был на эфире, тот помнит, что мы решили с вами приготовить что-то вкусное, давайте какой-то сделаем торт или классный десерт. Я вот подумала, исходя из тех продуктов, которые у меня есть в наличии дома в холодильнике, в принципе, да, я решила сделать ПП-торт с низкой калорийностью, полезным, вкусным, а соберем мы его по принципу тирамису. Он будет отличаться от классического тирамису, потому что классический торт-пирожное тирамису, там, конечно же, само печенье с авоярди, да, оно уже очень калорийное, оно идет на сахаре, на яйцах, такой взбито бисквит. Мы приготовим другую основу вместе с вами, быструю, как обычно. Я готовлю очень быстро, и торты это не исключение, не будем заморачиваться. Рецепт должен быть простой, доступный, который каждый может позволить себе приготовить вот в любую минуту, понимаете, не искать какие-то там супер ингредиенты, не заморачиваться по полтора часа у плиты на кухне, чтобы приготовить этот торт. Торт, он тоже должен быть быстрый, поэтому мы приготовим другую основу, быструю, полезную, и соберем крем другой, потому что в савоярде заварной крем на сливках, на яйцах, на сахаре. Калорийность классического рецепта тирамису достигает 500 килокалорий. Нам это вообще ни о чем. Мы же хотим оставаться стройными, красивыми, поэтому нам такой тортик не подойдет. Мы приготовим свой низкокалорийный вкусный торт. Вот прям сейчас будем начинать. Для этого нам нужно заварить крепкий кофе. Вот прям крепкий кофе. И я сегодня с утра еще ни чашечки не выпила кофе, вообще ни граммулечки. Поэтому я заварю и себе кофе в чашку, и сделаю кофе для пропитки коржей. Заодно, скажем так. Сейчас поставлю чайник. И можно сварить натуральный кофе в турке. Я этого делать не буду. Я просто, как обычно, заварю кофе прямо в чашке. Но для торта в большей пропорции и больше по крепости. Прям можно даже взять растворимый кофе. В этом нет вообще никакого криминала. Если у вас нет натурального кофе, заварите обычный растворимый кофе. Просто, чтобы он был реально крепкий и сладкий. Это важно. Важно для пропитки коржей, чтобы кофе был сладким. Поэтому добавляем сахарозаменитель. Сейчас, пока я ставлю только чайник. Чайник у меня с той стороны штатива. Поэтому я сейчас временно выйду из кадра и снова вернусь. Так, я здесь, я с вами. Ну что, моя хорошая, так, совсем не вижу реакции. Хотите готовить вместе со мной тирамису или не хотите? Интересно вам посмотреть или даже приготовить параллельно со мной такой тортик. Так. Так, так, так. Да, присылаем реакцию. Кто не знает, как присылать реакцию? Просто для этого нужен подробнейшая реакция, подробнейшая инструкция. Берете палец, берете свой телефон и дальше все просто. Вот этим пальцем по телефону вот так, 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 по экрану стучите. И сразу ваши реакции вот здесь вот у меня побежали, побежали, и я их так раз, 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 раз и себе сюда в сердце. Вот такая простая инструкция, как отправить Наташке классную реакцию. Ребята, чайник шумит, он очень быстро закипит сейчас, прям вот закипит. Поэтому, возможно, вам меня плохо слышно. Но мы потерпим, да? Смотрите, в какой классной банке у меня кофе, да? Видите, с такой крышечкой. Я только вот свеже смолола вчера вечером. Вот намолола. Ммм, вкусный. Но прикол в том, смотрите, как она у меня подписана. Яблоки. Написана наклейка яблоки. Не знаю, почему я ее не убираю. В этой банке у меня сушеные яблоки хранились, насыпаны. Чтоб там всякая там букашка не завелась или что. Вот в притертых крышечках мне нравится. Так у меня вот, как в анекдоте, да? Где там, Маня, где у нас соль? Как где? Как обычно, на кухне, в банке из-под чая с надписью рис. Так и у меня кофе в банке с надписью яблоки. Так. Так-так-так. Так-так-так-так-так. Здорово. Так. Ну что, моя хорошая, чайник закипает. Сейчас мы с вами кофе замутим. Замутим кофе. Замутим, это я говорю так. Заварим, конечно. Все, чайник кипит. Себе делаем кофе. И нужно сделать куда-то еще. Куда-то еще. Да вот, просто в большую чашку я сейчас сделаю еще кофе для пропитки. Только сделаю его крепкий. Прям пару ложек кофе туда забрасываю. Таких чайных. Пару чайных ложечек кофе, да? И заливаю. Пускай он настоится. Прям хорошо заварится. И мой кофе тоже. Есть. Так-так-так. Александр прислал мне розочку. Это так приятно. Спасибо большое. А это вам. Так, скажите, пожалуйста, вы пьете воду? Если да, то сколько? Да, воду я пью. Но я не отслеживаю норму по воде. Но скажу сразу, воды я пью мало. Вот реально мало. Моему организму больше не надо. Сейчас Всемирная организация здравоохранения и ассоциация диетологов собиралась буквально весной в Америке. Американская ассоциация диетологов. Все говорят, что нужно пить воду. Но никто уже, никто не дает никаких норм по воде. Не нужно к ним привязываться, к нормам воды. Ориентируйтесь на свое чувство жажды. Вот если вашему организму хочется пить, пейте воду. Если не хочется, не пейте воду. Здесь нет никакой привязки. И это ни на что вообще не влияет. Ассоциация диетологов. Смотрите так. Если хочется, вы пьете. Если вы никогда совсем не чувствуете, не ощущаете чувство жажды. Вот вам якобы не хочется. Может вашему организму хватает и так воды. Потому что воду мы получаем не просто в чистом виде. Мы, допустим, пьем различные напитки. Там тоже содержится вода. Нельзя говорить, что кофе это не вода. Потому что там в основе все равно вода. И организм ее воспринимает, переработает как воду. Мы получаем воду с фруктами, с овощами, с супами, с отварными макаронами, с крупами. Все, что в себя впитывает воду. Это тоже вода. Плюс у нас есть еще эндогенная вода. Это вода, которая образуется в процессе химических реакций у нас в организме. Поэтому, может быть, вам и достаточно воды. Я очень мало пью воды. Отслеживайте, пожалуйста, такой критерий, как цвет мочи. Реально, без шуток. Посмотрели. Если у вас моча светлая, прозрачная, значит, у вас все в порядке. Организму хватает воды той, которую вы ему даете. Если у вас моча становится концентрированная, яркая, желтая, темная, значит, у вас первые признаки обезвоживания. Вот тут стоит задуматься. Пока с этим все нормально, значит, все у вас нормально. Доброе утро. Приветик. Так, кто-то присоединяется. Так, мои хорошие. Хочу сразу сказать. Сегодня вы попали на эфир. Кто пришел впервые. Ко мне. Меня зовут Наталья Самсонкина. Я специалист по питанию, нутрициолог. Сама лично сбросила 42 килограмма без диет, без спорта. Провожу программу по снижению веса. Рассказываю вам и своим клиентам тоже, как можно худеть без диет, не изнуряя себя отказами от мучного, сладкого, от картофеля, от макарон. Как можно есть после шести вечера, как можно есть лежа в постели и при этом эффективно сбрасывать вес. Все очень просто. Вот вы попали на такой эфир. И сегодня мы с вами будем готовить низкокалорийный вкусный торт. Вчера мы это обсуждали. Кто не в курсе, свои прямые эфиры я провожу ежедневно в 8 часов утра по московскому времени. Здесь, на своей кухне, у вас тикток, присоединяйтесь, пожалуйста, приходите ко мне ежедневно. Мы готовим всегда что-то вкусное и разговариваем на темы диетологии, питания, снижения веса. Отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире. У кого нет возможности смотреть мои прямые эфиры ежедневно, в прямом эфире, так сказать, да, запись в моих эфирах хранится на моем ютуб канале, который называется Прощай Иксель. Вот на него заходите, подписывайтесь, там тоже есть запись всех моих эфиров с рецептами. А также у меня есть своя группа ВКонтакте, тоже называется Прощай Иксель. Можете зайти туда, подписаться, там еще больше полезной информации, потому что свою страничку и группу ВКонтакте я веду уже давно. А вот в тикток совсем недавно я только зарегистрировалась, можно сказать. Но, тем не менее, я очень благодарна нас с вами в тикток уже в моем сообществе 60 тысяч, даже немножечко больше. Мне очень приятно и хочу сказать вам огромное спасибо за ваше доверие. А я вижу, что вы в этой теме, что вам интересна тема снижения веса, что вам интересно, как можно худеть по-другому, не изнуряя себя вот этими диетами, не слушая все эти мифы из интернета, где каждый вам расскажет, что то нельзя, это нельзя, пятое, десятое. А что тогда можно, спросите вы. А я вам скажу, вы у меня спросите, и я вам скажу, все можно. Можно все. Просто нужно знать небольшие нюансы, и я вам их рассказываю и делюсь этими знаниями с вами. Так, доброе утро. Кто еще у нас присоединяется? Здравствуйте. Как настроение? Замечательное настроение. Спасибо вам большое за ваши подарки, Александр. Мне очень приятно. Так, добрый день. Вчерашний рецепт где? Где, какой именно, что мы готовили с вами вчера? Я уже не помню, если честно, что-то готовили. Просто каждый день эфира я уже не вспомню. Но если не подгрузили еще эфир, нужно понимать, что он загружается в течение суток. Не сиюминутно, потому что на это тоже нужно время. Допустим, сегодняшний эфир появится на канале Прощай.эксэй, на YouTube-канале, возможно, завтра после обеда. Вот такая разбежечка приблизительно, загрузки эфиров. Так. Здорово. А, вафли мы готовили. Да, действительно, мы готовили вафли. И хочу сказать, те, кто был в прямом эфире, я видела, уже некоторые приготовили вафли, те, кто на меня подписан в ВКонтакте, и я видела, что люди уже стали по моим рецептам. И салат баклажановый выставили, который я рецепт давала вам на своем канале, здесь, в ТикТоке. И вафли уже вчера приготовили, творожно-протеиновые. Да, да, уже готовят люди и уже едят с удовольствием и стройнеют на вафлях, на вкусных салатах. Это здорово. Так. Что, мои хорошие, восхищаюсь вами. Спасибо большое, мои хорошие. Рада вас видеть и слушать. И я тоже рада, что вы ко мне приходите. Я тоже очень рада этому. И понимаю, когда вы задаете вопросы, когда вы что-то пишете, когда вы присылаете свои реакции, я понимаю, что мы с вами в диалоге. Не просто я стою тут и разговариваю, как будто с зеркалом, глядя на экран. Я разговариваю с вами, мои хорошие, и вижу ваши реакции. Вот прям как сейчас они бегут здесь по экранчику. Так. Ваши рецепты супер. Здорово. Здравствуйте. Счастья, здоровья крепкого всей вашей семье. Юля, быть добру. Спасибо большое, Юля. Это вам. Ну что, моя хорошая, будем давайте потихонечку разбираться, что мы тут будем готовить. Вот кофе я заварила, он пока настаивается. Мой кофе тоже заварился. Я буду в процессе немножко, как, где моя резиночка, немножечко в процессе и свой кофе попивать, потому что не хочу терять время. Я завязываю волосы, как всегда. Вы меня уже знаете, что я завязываю волосы перед готовкой, чтобы у нас все было на кухне чистенько и нигде ничего не попадало в пищу, скажем так. Так, хлебану немножко кофе. Еще горячий пока. Ну что, давайте начнем. И начнем мы с приготовления коржа. Приготовим сейчас быстрый корж, который будет у нас в основе нашего торта. Этот корж, он подойдет для любых тортов, для любых низкокалорийных тортов. Так. Сегодня буду делать шоколадный. Так. Сегодня буду делать шоколадный. Сейчас я поверну вам штатив так, чтобы вы видели, что происходит. Минуточку. Поставлю так, чтобы вы видели, что происходит у меня здесь на столе. Так. Все. Вам видно. Ребятушки, я пока ваши вопросы почитать, наверное, не смогу. Буду периодически заглядывать, чтобы отслеживать, все ли в порядке. Но я буду видеть ваши реакции, которые вы мне присылаете. Видите, вот я так тут рукой стучу. Вот здесь должны быть реакции. Вот тут вот. Правильно. Простой, хороший рецепт, базовый, рабочий. Сегодня будем делать, для тех, кто присоединяется, мы готовим десерт, торт. Соберем его по типу тирамису с вами. Так. Не говорю, что это тирамису, потому что это все-таки не классический вариант, не из печенья с авоярди. Мы делаем мягкий корж с пропиткой, с кремовой будет. Но это будет реально тортик классный. Буду, как всегда, записывать то, что мы будем использовать, какие продукты. И потом посчитаю калорийность. Даю разрешение тем, кто с самого начала в эфире, отвечать тем, кто присоединился. Если кто-то спрашивает, что готовим, можете подсказывать друг другу, если пока я не вижу ваше сообщение. Итак, что мы будем использовать? Весы в студию, пожалуйста. Вот, чтобы мы понимали, что у нас происходит. Давайте так. Берем яйца. У меня два яйца. Вот такие средние. Сейчас мы их сюда замесим. И посмотрим, сколько у нас грамм получается. Тортик я делаю небольшой. Вы смотрите, как получается. Смотрите пропорции и делайте себе потом того размера, как оно вам нужно. У меня яйцо 90 граммов. Два яйца. Яйцо. Это я себе здесь рядом записываю. 91 грамм. Так, 91 грамм яйца. Мы его просто вот так вот вилочкой взбиваем. Дальше смотрите. Сюда можно добавить любое пюре, которое у вас есть фруктовое. У меня сегодня яблочное пюре, мое домашнее, густое, приготовленное мной лично. Но вы можете использовать сюда также пюре из бананов. Калорийность будет выше, сразу предупреждаю. Пюре из кабачка. Просто перетертый кабачок, отжали его хорошо от жидкости, пробили блендером, добавили сюда такое пюре. Грушевое пюре, яблочное пюре, детское пюре из детского питания тоже подойдет сюда. Любое фруктовое пюре. Естественно, понимаем, пюре из яблок, калорийность меньше. Пюре из бананов, калорийность больше. Пюре из кабачка, калорийность еще ниже стремится, прям таки к нулю. Я использую пюре из яблок. Вот такое оно у меня густое. Так, 150 граммов. Вот я еще с ложки сниму, и у меня получится 160, наверное, граммов. 157, ну пускай, вот так, 160. Все, 160 граммов у меня яблочного пюре здесь. Так, вы там у меня на месте, все ли видно? Я к вам заглянула, да, вижу, реакции есть, значит, вам все хорошо видно. Все, два яйца, пюре яблочное, это я себе записываю, 160 граммов. Все, есть. Размешиваем до однородности. Вот так вот я размешиваю, если хотите, можете миксером пройтись, но и так все прекрасно получается. Смотрите, сюда попробуйте свое пюре, если нужно, добавляйте сахар. Если у вас будет пюре из бананов, сахар не нужен однозначно. Ну, сахар, сахарозаменитель, это я так говорю, сахар, сама сахаром не пользуюсь. Добавляйте подсластители. Если вы делаете на основе банана, значит, вам подсластитель не нужен. Если у вас пюре из сладких яблок, а мое очень сладкое, я тоже сюда не буду добавлять подсластитель, потому что у нас еще крем будет сладкий, у нас пропитка будет сладкая. Просто сладости прям чересчур тоже много, я бы не добавляла. Вот, если вы делаете на основе пюре овощного, то есть из кабачка, тогда можете добавить еще и этого вот. Тогда можете добавить еще и сахарозаменитель. Дальше, что мы делаем? Чтобы я не забыла, мы сюда добавим соду. Соду. Пол чайной ложечки соды я ее сейчас погашу кефиром. Одна процентом, полутора процентом. Вот я беру, сейчас, секундочку, набираю. Вот. Пол чайной ложечки соды у меня. Так. Вот. Я высыпала в чашечку и туда немножко сейчас капну кефирчика, чтобы пошла реакция. Вот буквально-буквально чайную ложечку я добавила. Все. Если будет кефир теплый, будет лучше. Реакция вообще будет прям быстрее и лучше. Но и это тоже сработало. Как обычно, потому что кефир, он кислая среда, и сода, видите, срабатывает хорошо. Вам, наверное, не видно в белой чашке, но все хорошо сработало. Сюда отправляем в наше тесто. Перемешиваем. Сода пол чайной ложки. Это я записываю, да, чтобы потом все это учесть. Еще раз перемешали. Сейчас сюда я добавлю клетчатку. Добавлю я сюда клетчатку. Можно добавить отруби, можно клетчатку, как хотите. 20 граммов я добавила клетчатки. 20 граммов клетчатки я добавила. Если вы хотите, и у вас нейтральное какое-то пюре, на основе которого вы делаете, можно добавить сюда же сразу ванилинчик, допустим. Потому что в тирамису с ванилином будет хорошо сочетаться. Так, клетчатка. Клетчатка 20 граммов. Дальше. Сюда же я сейчас добавлю какао. Потому что я хочу, чтобы мой корж был шоколадный. Опять-таки же ставлю на весы. Так, все ли там в порядке? Все вам видно? Все хорошо? Так, все хорошо. Что за клетчатка? Я вот наткнулась, увидела последний вопрос. Что за клетчатка? Клетчатка, она так и называется, ребят. Ну так и называется. Клетчатка на коробке написана. У меня уже пересыпана она в такую банку. Вот так она выглядит. Смотрите. Ладонь насыпаю. Вот вам видно? Вот. Это как бы верхний слой от зерна. У меня клетчатка вот эта пшеничная. Она есть и овсяная, и ржаная. Разная. Разного зерна клетчатка. То есть верхний слой зерна, который, она практически не усваивается нашим организмом. Она идет как балластный, как будто бы балластный компонент. Да? Дает густоту, дает структуру. Но при этом очищает наш кишечник и не усваивается в организме. В диетологии ее применяют очень часто. Клетчатка классная штука. Продается она в аптеках и в простых супермаркетах, гипермаркетах, в отделах здорового питания. В аптеке почему-то клетчатка стоит дороже. Хотя она точно такая, как и в любом магазине. Я покупаю просто в магазине. Так, добавляем какао. Какао 20 граммов добавлю. Прям такой шоколадный был у меня. Порш. Давай еще. Еще грамму. Все, есть. 20 граммов какао. Вы можете делать без какао. Опять-таки же здесь, да, варианты на ваше усмотрение, как вам нравится. Мне вот захотелось, чтобы основа была торта прям шоколадная. И вот здесь, сейчас я размешаю. И вот здесь как раз-таки и нужно попробовать. Потому что какао, натуральный порошок, он горький. Поэтому здесь как раз-таки и не мешало бы попробовать тесто. И решить, нужно ли добавить еще немножко сладости. Чтобы корж был не горький. Вот так мы его вымешиваем. Давайте я немножко попробую. Ну, я не скажу, что он горький. Но сладости я бы добавила. Потому что какао все-таки горчит. Я добавляю сахарозаменитель. Сейчас покажу, каким я пользуюсь. Сахарозаменитель использую вот этой фирмы. Пребио Свит. Фиолетовая упаковка. Мне уже нравится. Я уже попробовала. Я бы уже сырое тесто ела. Оно реально вкусное. Прям шоколадное, шоколадное такое. Так, нужно записать. Какао 20 грамм. А то я еще потом забуду. Какой-нибудь ингредиент. Какао 20 грамм. Все, сладости больше не надо. Прям хорошо сладенькие. И в принципе уже можно выпекать. Без всякой муки. Можно выпекать. Давайте так. Я добавлю еще клетчатки. И попробую сегодня без муки испечь. Я вот сейчас придумываю рецепт на ваших глазах. Реально. Это рецепт. Я делала тирамису неоднократно. Но немножечко по другому рецепту. А сегодня мы сделаем так. Тогда добавим еще клетчатки. Ну, вот еще 15 граммов. Да? Еще 15 граммов клетчатки добавим. Все, у нас 35 граммов клетчатки. Я надеюсь, что у меня все получится сегодня. Что у меня сейчас все получится. Тесто такое хорошее. Тесто хорошее. Вот оно прям такой консистенции, как нужно. Если оно хорошо поднимется еще. Клетчатка всего-то до 35 граммов. Итак, что у меня здесь в тесте. Два яйца 90 граммов. Яблочного пюре 160 граммов. Пол чайной ложки соды гашеной. Немножечко однопроцентным кефиром. 35 граммов клетчатки. 20 граммов какао. Так, консистенция. Сейчас я проверяю. Яблочное пюре 160. 35 клетчатки. 20 какао 50. Маловато. Ребят, немножко маловато. Потому что приблизительно сколько у нас яблочного пюре. Я вижу, что маловато. Добавлю еще немножко клетчатки. Хотя бы, чтобы у меня было 65 граммов. По консистенции вроде бы неплохо. По граммам я вижу, что немножко маловато. Еще 10 граммов я сюда осыпану. Кстати, калорийность у клетчатки в рецептах можно вообще пренебрегать. Она реально не усваивается. И та калорийность, которая заявлена у нас на упаковке, она все равно не усвоится. Поэтому клетчаткой можно вообще в принципе в рецептах пренебрегать ее калорийностью. Все. Тесто такое достаточно рыхлое получилось. Пока. Сейчас посмотрим, как оно себя поведет при выпекании. Выпекать можно в духовке. Но я буду выпекать в СВЧ. Прямо чтобы быстренько. И все как я люблю. Все быстренько, как я люблю. Вот такая форма у меня. Что там у меня все в порядке. Так, вы там еще со мной, мои хорошие, да? Готовим тирамису вместе с вами. Простой, быстрый диетический рецепт. Сейчас мы замешали корж. Для коржа использовали вот такое тесто шоколадное. Я решила, что у меня будет шоколадное тирамису. Для коржа я использовала 2 яйца. Это 90 граммов. 160 граммов густого яблочного пюре. Густое у меня получилось. Своё домашнее. Потом что сюда? Пол чайной ложечки соды. Погасила ее кефирчиком немножко. Совсем немножко. Одной ложечкой. Добавила сюда 45 граммов клетчатки. И 20 граммов какао. Попробуйте на вкус. Добавьте сахарозаменитель по своему вкусу. Сколько вам нужно. Сколько вы хотите. Вот такое у меня тесто получилось. Посмотрим, как оно себя поведет. Посмотрим, как оно себя поведет при выпечке. Без муки. Муку я не добавляла сегодня никакую. Абсолютно. Сегодня решила готовить торт без муки. Так. Есть. Отправляю сейчас его в СВЧ-печь на 5 минут. Тем временем мы с вами займемся приготовлением пропитки и приготовлением крема. Сейчас, одну секундочку. Сразу будем делать крем. Нужно, чтобы он тоже остыл. Ребята, привет. Я здесь. Сейчас сделаем крем. Я отправляю в микроволновку на 5 минут. Предупреждаю сразу. Если сейчас пропадет связь, не уходите. Я переключусь на другой источник интернета. Моя микроволновка иногда глушит интернет. Почему-то. Пять минут. У меня есть пока время быстренько глянуть, что вы меня спрашивали. Если были ко мне вопросы. Так, так, так. Я вижу, вы тут и сами общаетесь. Надо шапочку одевать. Спасибо большое. Так. Я кофе пью залпом. Это норм. Пейте как вам нравится. Главное, соблюдайте норму по кофеину. Его тоже нельзя пить чрезмерно много. Здравствуйте. Привет из Москвы. Привет Москву из Минска. Надо передник, солнце. Ну, господи, как вы меня учите. То передник одеть, то шапочку. Дело в том, что я готовлю у себя на кухне для себя и для своей семьи. Если вы хотите, вы можете, конечно, одеть и передник, и шапочку. Вы можете даже комбинезон защитный одеть. Я абсолютно не против. А мне так нравится, ребятушки. Мне нравится так. Так, 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 так. Всем привет. Каким сахарозаменителем пользуетесь? Я знала, что будут эти вопросы и показала вам его заранее. Что за клетчатка? Я вам рассказала. Так, тортик тирамису готовим. Яблочная клетчатка очень вкусная, только не сибирская. Она невкусная. Да, есть такой производитель сибирская клетчатка. Видимо, вы это и имели в виду. Так, клетчатку любую. У меня пшеничная. Да, любую. Она, в принципе, по калорийности одинаковая. Но на калорийность мы вообще не смотрим, потому что мы ей вообще можем пренебрегать. Я уже говорила, она все равно не усваивается в организме. Так. Разрыхлитель или соду. Я добавляла соду. Но если у вас есть, можете разрыхлитель. Разрыхлитель не требует активации никакой. Вы его положили и забыли. Он активируется сам в процессе готовки. Потому что разрыхлитель это та же самая сода плюс лимонная кислота. Вот вам и весь рецепт разрыхлителя. Я использую просто соду и активировала ее небольшим количеством кефирчика. Доброе утро. Что готовим? Торт готовим. Готовим сегодня тирамису. Соду добавляли. Так. Дальше. Доброе утро. Можно ли чем-то заменить клетчатку? Да, можно смолоть отруби. Можно вообще заменить просто на муку. Но тогда калорийность будет другая. КБЖУ у нас поменяется. И тортик будет чуть более калорийный, если вы будете использовать муку. Ну, можно. Отруби можно, да. Можете овсянку смолоть. Даже овсянку тоже смолоть. Но все равно овсянка это та же самая мука. Имейте ввиду. Будет более длительный, как бы длинный углевод. Да, будет работать овсянка. Длинный углевод по сравнению с мукой. Но это все то же самое. Калорийность из овсянки вся нормально усвоится и в глюкозу. А вот из клетчатки нет. Калорийности нет. Глюкоза, уровень сахара, клетчатка вам не поднимет в крови. Какой диаметр у вашей силиконовой формы? По-моему, 18-19 сантиметров, если я не ошибаюсь. По-моему, 18. Отруби пшеничные. Можно? Да, у меня как раз пшеничные. Сегодня сделаю такую вкусняшку. Челябинска. Вам. Здорово. Я уже завела себе блокнот, да, для моих рецептов. Это здорово. Я завела тетрадь с твоими рецептами. Так, мне нравится, что ты изобретатель. Да, супер, класс. Самарскую область. Тоже привет передаю. Привет, мои хорошие. Да, Дивинка. Да, кстати, мои отруби фирмы Дивинка. Действительно, правильно. Я уже когда-то про них говорила. Отруби фирмы Дивинка, мои. А хлебцы смолоть можно. Эффекта не будет. Все будет то же самое. Они только размокнуты. Все, хлебцы. Когда лучше кушать эту вкуснятину? Эту вкуснятину лучше кушать на десерт после основного приема пищи. Сейчас я посмотрю, что там происходит. Что там происходит? Ну, в принципе, все готово. Все готово. И все неплохо готово. Сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу. Ох, горячо, горячо. Немножечко вот так вам наклоню. Давайте обратно сюда. И сейчас мы с вами крем будем делать. Думала, что мы его уже будем делать, пока готовится корж, но нет. Но нет. Вот так он, видите, ни к чему не прилипает, не пристает. Вот он со всех сторон пропекся. Я не знаю, видно ли вам. Вот такой красивый. Это снизу. Я его остужать оставляю на решеточке, чтобы он тут у меня не вспотел. Как я говорю, не пропотел. Чтобы вот конденсат из него вышел. Вот такой шоколадный тортик у нас. Бисквит получился без всякой муки. Вот. Вот он все пропекся. Все хорошо. Все. Он у нас отдыхает. Ребят, он у нас отдыхает. Так, мы с вами занимаемся сейчас кремом. Сейчас мы занимаемся кремом. Вот такой сотейник у меня. Я его так вставлю сюда. Так, крем. Это была у меня запись по коржу. Сейчас появится по крему. Сейчас будет. Крем будет простой. Наполовину заварной, наполовину мы его смешаем. Потом еще с одним ингредиентом. Классным, вкусным, диетическим. Очень классным. Для классического тирамису нужен заварной крем на желтках, на сливках нам не подходит. Нам подходит совершенно другой крем, но не менее вкусный. Как обычно, в студию входит мое любимое молоко, просто квашеного полпроцента жирности, 35 килокалорий на 100 миллилитров. Так, на 100 миллилитров. Сюда же мы его и выливаем. Крема. Вот у меня, ну, 245 миллилитров молока. Больше мне и не понадобится. Больше мне и не понадобится. 245 молоко. Молоко. 245. Сюда же нужно будет добавить кукурузный крахмал. Вот он беленький. У меня просто в банке написано крахмал. Вот и все. Без премудростей. Без премудростей. Кстати, крахмал, когда вы будете добавлять, он может прилипнуть к дну сразу. Добавляйте в холодное молоко. Он сразу может прилипнуть к дну, но ложечкой помешайте, и он очень быстро отойдет. Крахмала на такое количество нужно приблизительно 30 граммов. Вот, все, ложку я положила 30 граммов. Вот пока он не прилип, начинайте сразу смешивать. Если вы опустите сюда, насыпите крахмал в молоко, и сразу же не начнете его размешивать, он весь прилипнет к дну. Вы можете испугаться, потому что он прям твердый. Вот вообще твердый. Ну, ложечкой его там пошевелите, и он тут же разойдется без всяких комочков. Все. Молоко, крахмал. 30 граммов крахмала я себе помечаю. Крахмал 30 граммов. Сюда же уже можно добавить сахарозаменитель. Тот сахарозаменитель, который я вам показывала, он термостойкий. Его можно добавлять в горячее блюдо, в выпечку. То есть он нормально это выдерживает. Сейчас я добавила 4 грамма. Этого пока будет достаточно. Когда мы будем взбивать потом крем, мы еще добавим сладость по вкусу. Пока этого достаточно. И сюда же я сейчас добавлю... У меня есть ароматизатор вот такой, с ароматом сгущенной варенки. Сгущенной варенки. Сгущенная... Подождите. Сгущенка вареная. Вот. Сгущенной варенки, говорю. Вот. Буквально вот я добавляю несколько капелек, потому что я хочу, чтобы у меня был крем с ароматом вареной сгущенки. Вареной сгущенки. А вы можете ничего вообще не добавлять. А можете добавить ванилинчика. Можете немножко, чтобы был такой легкий аромат ванили у вас. Все, ребята. Больше пока... Это первая составляющая нашего крема. И больше как бы и не нужно ничего. Я ставлю на плиту. Так, вам видно? Да, видно. Я поставила на плиту. Кофе еще свой не выпила. Все, сейчас она прогреется и начнет быстро густеть. Так, это я свой кофе выпиваю. Пока быстренько допиваю заодно кофе и уберу ненужные на столе вещи. Вещи ненужные убираю в холодильник. Продукты они вещи. Чтобы они мне тут не мешали под рукой нигде. Не мешали под рукой. Так. Ну что, пока греется. Пока греется. Корж остывает наш прекрасный. Вот он готов. Вот он. Я его вот здесь поставлю. Мы с вами. Главное не прозевать. Вот у меня пока большой огонь стоит. Но как только я сейчас... Это только на начальном этапе. Как только, чтобы у меня прогрелась посуда. Как только посуда прогреется, я сразу уменьшу огонь. Чтобы не прибирало молоко. Заварной крем, он тоже... Вот это такой пупешный вариант. Чтобы молоко не прибирало. Так. Так, так, так. Давайте пока оно греется, я гляну, что вы мне там пишете. Что вы мне пишете. Так. Дальше. Так, так, так. Вопросов пока не вижу. Здорово. Всё. Ну и реакции не вижу пока. А пришлите ко мне по реакции, пожалуйста. Для чего мне нужны ваши реакции? Чтобы я понимала, что вы ещё здесь. Так. Юлия мне даже розочку прислала. Вам мой поцелуйчик. Чтобы я понимала, что вы здесь. Что вам интересно следить за процессом. Как мы готовим. Смотрите. Я уже переворачиваю, чтобы вы видели этот процесс загустения. Да. Уже пошёл пар. Такой, ну, как... Дымок, порог. И я убираю. Было у меня на десяточке. Я сейчас на шестёрку поставила. На шестёрку. Аромат, конечно, стоит обалденный. Вот как будто я сгущёнку варёную тут ложками разливаю по кухне. Настолько аромат классный стоит. Всё. Не забываем помешивать. Молоко практически уже кипит. Вот этот крем мы сегодня делаем не супер-супер густой. Потому что нам нужно его будет ещё смешать с одним компонентом. Да. И немножечко пройтись миксером по нему. Так. Практически кипит. Я надеюсь, вам там видно. Угу. Я вижу ваши реакции. Пока не вижу ваши... Что вы пишете? Пока не вижу. Ну, вы же знаете. Я сейчас подниму, всё почитаю и обязательно отвечу, если нужно будет на ваши вопросы. Так. Я уже чувствую венчиком, что крем густеет. Смотрите, не передержите. Вот он начал пыхкать. Всё. Смотрите. Вот прям густой сегодня мне он не нужен. Всё. Я его... Вот только он начал пыхкать, пыхкать, как я говорю, да? Я его снимаю. Потому что больше он сейчас схватится очень-очень сильно. Если вы понимаете, что вы передержали крем, что он у вас уже слишком схватился и стал густым, добавьте просто молока. Добавьте молока, хорошенечко размешайте всё и сделайте его немножечко пожиже, так, как нужно вам. Мне прям очень густой крем сегодня не нужен. Я надеюсь, вам видно, какой он получился по консистенции. Ребят, сейчас я подниму и вам покажу. Так. Смотрите. Смотрите, какой он получается. Вот он, видите, лентой кондитеры знают, да? Есть там струя, капля. Он лентой, лентой стекает. Вот такой густоты получился у нас крем. Наша задача сейчас его охладить максимально быстро. Что для этого? Можно поставить вот прям сотейник в ёмкость с холодной водой. Либо же поставить сотейник в ёмкость с водой холодной и льдом. Не сюда лёд. Нет. А вот в большую ёмкость вы опускаете в холодную воду и рядом кладёте лёд. И у вас крем остывает. Только не забывайте его помешивать. Либо же, как сделаю это сейчас я, я его отправлю на балкон. На балкон буквально на пару минут. У нас в Минске холодрыга неимоверная. Сегодня утром я проснулась и на градуснике 9 градусов тепла. Неожиданно, да? Всего лишь 4 сентября, а уже на улице 9 градусов. Солнышко есть, но нифига оно не греет. Холодно вообще. Отопление, естественно, никакое не включили. Были закрыты жалюзи у нас. Я подняла жалюзи, а у меня там нормальный, мокрый конденсат на окнах. Потому что в квартире ещё как бы воздух же тёплый, а на улице уже очень холодный. И квартира неотапливаемая. Нет электричества, господи, отопления. И собрался прям конденсат. Вы представляете? Так, выношу на балкон. Так, я здесь, мои хорошие, вынесла на балкон. Что дальше? Дальше мы сейчас займёмся с вами нашим коржом. Разрежем его, подготовим форму. Кстати, мои хорошие, я хотела у вас попросить совет. Вот реально не знаю. У меня есть вот такая стеклянная классная форма для запекания. В ней и десерты собирать классно всё. Но от того, что я в ней запекаю, я не знаю, как вам показать. Вот так, может, будет видно. На ней вот такое вот, ну как чёрненькое что-то это появилось. Ну, я не знаю, как нагар какой-то. Ничем не могу отмыть. Не знаю, дайте мне совет, посоветуйте. Я реально к вам за советом. Чем привести вот эту классную мою форму, чтобы она была как новенькая опять. Хочу, чтобы она была беленькая, чистенькая, прозрачная, как только что из магазина. Может быть, кто-то посоветует, чем можно отмыть вот это. Азелитом. А что такое азелит? Если честно, я вообще не в курсе. Это вот, азелит, азелит. Вы все пишите, что азелитом супер. Что это? Это такое средство, оно продаётся в хозяйственном магазине или что это? Или его как-то нужно смешивать, как-то делать? Реально, первый раз слышу, что это такое. Спасибо вам за то, что вы подсказываете. И я вижу, что не один человек говорит. Железная щёточка у меня такая же. А, кстати, а этот азелит, он безопасен для форм, которые используются потом для приготовления. То есть, это такая химия средства в пулевизаторе. Азелит, да? Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, что оно безопасно для форм, которые, ну, для посуды, для всего. Вы, наверное, в курсе распользуетесь, да? Хорошо, спасибо вам большое. Я посмотрю, куплю азелит, и потом вам обязательно расскажу, как получилось. Потому что форма классная, и я ей пользуюсь, но меня напрягает. Мне не нравится, что она не отмывается, вот это вот, вот эти вот крапинки, которые там появились. А я хочу, чтобы она прям была красота-красота, и чтобы можно было тут какую-нибудь лазанью забомбить вкусную. И прям так раз, вот так вот, раз на стол, и поставить. Спасибо вам за советы, мои родные. Спасибо вам большое. Так, это стекло, да, это форма стеклянная. Это полностью стеклянная. Все отмоется. Спасибо вам большое. Давайте с вами уже сейчас, что мы будем делать? Разрежем наш корж и приготовим пропитку. Пропитку я сейчас, вот кофе, у меня вот крепкий кофе, который я заваривала, да, я его сейчас перелью, вот, просто в тарелку. Так, спасибо вам большое, Юлия, за подарочки, это очень-очень приятно. Вот, кофе я без гущи аккуратненько переливаю в тарелку, куда буду обмакивать свои коржи. Все, гуща остается на дне, она мне не нужна. Сюда же, чтобы пропитка была не горькой, я добавлю сахарозаменитель, чтобы пропитка была прям сладенькая. Кофейная, но сладкая. Сейчас попробуем. Размешиваю, да, чтобы все там растворилось. Сниму пробу. О, то, что надо. Горечь есть и сладость очень хорошо чувствуется. То, что надо, прям класс. Кто к нам присоединяется, готовим мы сегодня с вами тирамису. Вот там вот грязная посуда стоит, вот вы прям не обращайте внимания, как будто бы ее нету, как будто бы она не стоит. Это все, что мы сейчас готовим, я складываю в раковину и потом помою. Во время рефира нет у меня желания и возможности мыть посуду. Так, сейчас я поближе немножечко, вот так поставлю. Вот так. Сюда поставлю. Вот так вот. Штативчик свой. Так, все. Вот наш корж. Вот он получился. Сейчас мы его с вами разрежем. Можно, вот прям пластом, если вы хотите собрать торт в виде круга, круглого, тогда вам нужно разделить просто на два коржа этот, ну, этот корж разделить на два. Я буду собирать в емкости пластиковой, сама не знаю в какой, наверное, вот в этой. Наверное, вот в этой. Вот тут у меня будет вот такой тирамису, вот в этой. Да, вы же помните, надеюсь, кто не помнит, сейчас узнает, что тирамису собирается в какой-то такой посуде с бортиком обязательно, потому что, чтобы крем не растекался, чтобы оно прям пропиталось именно с бортиком. Вот, сейчас попробуем, я разрежу этот корж напополам, вот так вот, и посмотрим. И потом его еще на кусочки разделю. Корж у нас без муки сегодня, совершенно без муки. Вот такой он, рыхленький, я надеюсь, вам видно. Давайте вот так вот, к свету, вот такой. Явно видно наличие клетчатки в нем. Так и должно быть. Он рыхлый, он хорошо пропекся, и клетчатка пускай вас не смущает, потому что клетчатка, она у нас балласт, она дает нам структуру, но она не вредит нашей фигуре. Вот такие у меня получились два коржа. И прям аккуратненько вот их на небольшие такие еще кусочки я разделю. Смотрите, ребята, корж достаточно крохкий, ну, такой, знаете, крошится. Поэтому, что я буду делать? Я не буду сразу обмакивать вот этот кусочек в кофе, потому что он вообще развалится. Я выложу слой коржей, пропитаю силиконовой кисточкой кофе. Но это будет чуть позже, я хочу доделать еще этот крем. Поэтому коржи я подготовила, все для сборки. И сейчас я займусь кремом. Пойду проверю, он, наверное, уже остыл и сюда его принесу. Да, у нас, конечно, холодрыга жуткая. На балкон вышла, посуду дотронулась до посуды, она просто ледяная. Сразу же вот запотела, сразу же запотела. Итак, ну, он стал комнатной температурой. Он не стал прям холодным, он стал комнатной температурой, и это уже нормально. Давайте я повторю для тех, кто присоединился. Из чего у нас с вами готовим сегодня торт тирамису, пупе вариант, не классический. Шоколадный бисквит. Что для бисквита? Я использовала 2 яйца, 90 граммов у меня получилось. Яблочное пюре, 160 граммов, такого крутого у меня домашнее яблочное пюре. Пол чайной ложки соды, погасила немножечко ложкой кефира. Клетчатка пшеничная, 35 граммов, 20 граммов какао. Все, никакой муки не надо. Вот такой прекрасный получается бисквит. Я его нарезала, остудила, выпекала в силиконовой форме в микроволновке ровно 5 минут. Все. Дальше. Для пропитки сварила. Я заварила, но вы можете сварить в турке. Очень крепкий кофе. Смотрите, чтобы крупинки кофе не попали в пропитку, иначе они будут горчить. Добавила сюда сахарозаменитель, тоже остудила. Дальше. Для крема я взяла 245 граммов, ну, миллилитров этого молока, простоквашина, полпроцента жирности. Низкокалорийное молоко. Туда же добавила 30 граммов крахмала, подсластитель и ароматизатор. У меня со вкусом вареной сгущенки. Вы можете ванилинчика добавить. Все в холодном виде размешала, поставила на плиту и уварила до густоты. Вот до такого состояния. Вам, наверное, должно быть видно. Вот он, по сути, состояние такое, как густа-густая сметана получилась. Даже густоват крем для меня, кажется, получился. Можно было бы пожиже немножечко его взять. И сейчас туда же крем. И сейчас туда же крем. В принципе, кто хочет прям совсем лайтовый вариант тортика, уже можно собирать. Шоколадные коржи пропитывается кофе и вот этим кремом. И будет уже вкусно. Но я хочу сделать крем с добавлением рикотты. Вот в этот крем я добавляю еще рикотту. Рикотта-лайт у меня. Это такой творожный сыр. Очень нежный. Такого нейтрального вкуса. Еще как вариант вам рассказываю. Вместо рикотты. Вот она мне очень нравится по вкусу. Но вместо рикотты можете использовать мягкий творожок. Хотите вот прям нулевой калорийности, тогда ваш тортик будет совсем легкий по калориям. Совсем. Я буду использовать рикотту-лайт. Конкретно в рикотте-лайт. Именно вот тут вот пометка есть. Лайт. Наш белорусский производитель Банфеста. Рикотта-лайт. Здесь 140 килокалорий на 100 граммов продукта. Я не убираю венчик, потому что я хочу пройтись миксером до однородности. Вот. Сюда же я добавляю. Я делаю обычно такой крем 50 на 50. Вот у меня было. Сейчас я скажу сколько у меня было. 245 граммов молока и 30 крахмала, значит 270 граммов. Столько же можно добавить и рикотты. Тогда будет такой вкусный крем. Ну, я так делала раньше и мне так понравилось. Поэтому я сделаю так же и сейчас. Так же, как и раньше. Вот так вот. Да. Так. 265. Все. 270. Есть. Ну, какая она вкусная. Кто еще не пробовал, попробуйте. Рикотта прям офигенно вкусная. Вот я прям ее люблю-люблю. Люблю-люблю. Очень вкусно. Дальше мы просто объединяем наш крем. Ребят, вам все видно? Все видно, слышно? Потому что я так как-то давновато к вам не заглядывала, а вот сейчас заглянула. Все ли хорошо? На вопросы ваши отвечу. А вы пока можете мне прислать реакции, если вам все хорошо видно и слышно. Можете просто перемешать. Можете пройтись немножечко миксером, чтобы прям объединить. Я сейчас миксером быстренько пройдусь. Буквально немножко. Буквально быстро. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку, если я найду свою насадку. Где она? Где моя хорошая? Где ты? Ой, ну что за запара? Я не знаю. Как вот, как что понадобится? Ищи, ищи вот тут, где формы лежат. Где моя насадка на миксер, слушайте? Аусик. Аусик мой кукусик. Наверное, я ее и не могу найти. Ребяточки, одну секунду. Вот прям что такое? Тут у меня рядом формы все хранятся. А, вот она. Завалилась под форму гребнюга. Завалилась насадка под форму. Да, я здесь. Я здесь. Я здесь, мои хорошие. Я никуда не делаю. Все, я включаю. Вот прям венчик присоединила. Это я рукой прикрываю, чтобы не разбрызгивалось. Чтобы крем у меня не разбрызгивался. Чтобы не разбрызгивался, вот он на руку. Не ушел. Все, крем готов. Даже густоватый он получился. Поэтому я вам и говорила, крем заварной не увариваем слишком сильно, потому что этот крем получится очень густой. Можно было бы сделать еще немножечко мягче крем. Но зато этот крем, когда мы его будем на десерт выкладывать, он очень хорошо будет выдерживать пики сверху. Он не растечется. Вот крем такой густоты, он не растечется. Смотрите, какой густой получился крем. Вот прям вот он. Видите? Не падает. Не падает. О! Не льется, не тянется. Все, эластичный, вкусный крем. По сладости все. Мне кажется, даже больше и не нужно. Он вот прям такой, как нужно. Убираю сахарозаменитель. Все, осталось нам собрать наш десерт. У нас все готово. Крем есть, пропитка есть, коржи тоже есть. Да, сейчас я вам еще покажу, что я еще буду делать. Я делаю вот такую баночку. Туда я поставлю просто пакетик. Любой, какой у вас есть. Желательно с плотными... Плотный целлофан. Если у вас нет кондитерского мешка, вот я, допустим, использую просто вот обычный пакетик. Ставлю туда. Вот так вот. Уголком внутрь. И туда перекладываю крем. Туда перекладываю крем для того, для того, чтобы потом сделать красивые пики. Сейчас переложу ликоновой лопаточкой. Вот туда перекладываю. Калорийность данного тортика я просчитаю и напишу уже на YouTube-канале, когда буду выкладывать записи этого эфира. Но калорийность я просчитаю с учетом калорийности клетчатки. Но вы знаете, что по факту будет меньше, потому что клетчатка не усваивается. Все. Видите, силиконовой лопаточкой все вычислилось в порядок. Вот так вот у меня получается в пакетике крем. Вот он в уголочек. Я его собрала в уголочек. Потом срежу просто ножницами уголок и буду этот крем использовать. Завяжу пакетик. Кто пользуется таким лайфхаком? У меня нету кондитерского мешка. Я использую вот такой чистый просто пакетик. Все, я его завязала. Главное, чтобы пакетик был плотный, чтобы он не порвался у вас, когда вы наполняете. Вот наш крем. Вот он в пакетике. Используйте такое средство, как я. Пользуйтесь вот таким лайфхаком или нет. Кто мне расскажет, реакции ваши будут, увижу я их или нет. Сейчас будем собирать торт. Торт пирожное, как хотите, называйте. Для меня это торт. Его можно круглый делать. Я делала на день рождения мужу вот прям большой круглый такой торт. Я буду вот с бортиком вот в такой форме. Эта форма у меня весит для того, взвешиваю для того, чтобы потом посмотреть, какой выход. 40 граммов. Я себе помечу, что форма 40 граммов. Так, рикотту не записала. 270 граммов. Форма 40 граммов. Все, больше у нас ничего. Ой, ручка упала. Загремела, да? Больше ничего у нас нет. Все. Собираем наше пирожное. Собираем наш тортик, ребятушки. Возьму кисточку, которой я буду кофе промакивать. Уже нам весы и не нужны. Все мы взвесили. Так. Выкладываю нижний слой. Вот форму. Так. Ой, как хорошо. Ну, как будто здесь и была. Вы посмотрите. Три кусочка положила. Вот ровненько они вписались. Дальше вы можете ложечкой полить. Я вот возьму прям кисточкой аккуратненько и вот так пропитаю свои коржи. Не скупитесь. Когда вы хорошо пропитаете свои коржи, то и торт будет вкуснее. Он будет такой прям нежный. Да? Прям заливать-заливать не нужно, но вот пропитать хорошенько нужно. Пропитать хорошенько нужно. Так. Это у меня здесь кофе с сахарозаменителем. Крепкий кофе с сахарозаменителем. Так. Кстати, я проверю. Все, пропитки достаточно. Вот вы можете точно так же, как я, пальчиком проверить, влажно ли у вас там. Все ли хорошо пропитало. Дальше срезаем нашу макушечку, верхушечку. Сильно большую дырку не делайте, потому что пики потом будут у вас не... Чтобы оно не вытекало. Особенно если у вас жидкий крем, то тоже не делайте сильно. Внутри. Кстати, внутрь можете добавить по желанию, еще по своему, если хотите. Ягоды какие-то, да? Это снизит калорийность еще больше. Вот так вот я. Вот столько крема я добавила внутрь. И следующий слой выкладываю. Тоже я его выкладываю и пропитаю потом кофе. Так вот, выкладываю кусочки нашего бисквита. И тут вы уже заполняете как хотите. Оно все равно пропитается. Вот так вот кусочки я положила. Вам все хорошо видно. Вы еще со мной, мои хорошие. Все здесь. Я так увлеклась, не заглядывала к вам. Сейчас нагнулась посмотреть. Так, здесь ли вы? Интересно ли вам следить за моими рецептами? За тем, как я готовлю? И тоже щедро кофе пропитываем наш шоколадный корж. Так, пропитываем прям, чтобы хорошо, чтобы прямо у нас было влажно такое, чтобы пирожное прям мягкое было, таяло во рту. Есть, да? Есть, да. Вижу ваши реакции. Молодцы. Дальше опять-таки же прохожусь кремом. Можно ягодки сюда. Кто прям совсем за фигурой не следит, кому все равно худеть не надо, тот может даже орешки добавить. Получится прям торт такой не совсем тирамису, но тем не менее с добавлением орехов будет очень вкусно. Вот сейчас я тут постараюсь прям уже все уложить в последний слой. Вот так вот. Вот так вот я укладываю кусочки, отрываю и заполняю всякие пустоты, где у меня остались. Если даже у вас тут вторым слоем где-то он уляжется, у меня вот немножко осталось бисквита, вот так красиво туда, везде, во всякие дырочки засовываю, и крошечки туда же пойдут, которые остались. Вот эти уже собирать я не стану. Со стола, конечно. Вот эти мы просто уберем, чтобы у нас тоже красиво все было. Крема у нас осталось много, и мы сейчас щедро уже будем сверху его выкладывать. Не забудьте пропитать еще и этот слой. Его тоже нужно пропитать. Смотрите, у нас получается, вот вам видно, слоями идет, да? У нас там уже раз, два, три. Три слоя бисквита. Вот мы еще хорошенечко кофе пропитываем. Это как вкусняшка будет. Ммм, нереально. Я вам говорю, вы можете делать в виде круглого торта, пожалуйста. Тогда вам, если вы собираете вот с таким плотным кремом, как я, можно без бортиков брать форму. Если у вас будет крем более жидкий, тогда вам обязательно нужна форма с бортиками, чтобы крем не растекался. Если вы готовите в форме без бортика, прям с плотным кремом, тогда пройдитесь и по краям крема. Вот прям я так хорошо-хорошо смочила. Вот прям класс. Ой, как здорово. Я прям в предвкушении. Готова его уже сейчас есть, если честно. Но нет. Тортики при похудении нужны только на десерт. Первый слой, крема у меня много, я выложу ровный, а потом мы сделаем такие традиционные пики. Ой, где-то дырочка образовалась. Вы смотрите, а я не заметила, да? Угу. Я решил за бортик уйти. Нет, этот крем очень густой. Я его не разровняю ложечкой. Вы видите, он прям цепляется. Он такой густой-густой. Прям как надо. Какое вкусное. Слушайте, такой вкусный крем получается. Вот это вообще классно. Все, сейчас я буду делать такие традиционные пики, как для тирамису. Надеюсь, все получится, потому что у меня немножечко где-то прорвался пакетик. Но я думаю, что все получится и так. Я пока молчу, сосредоточена. Потом отвечу на ваши вопросы, если они будут. Так. Вот как-то так у меня получается. Сейчас я еще пройдусь, немножечко заполню вот эти пустоты. добавлю немножко. Хочу весь крем использовать, в который, чтобы он не валялся. Где-то, где поменьше, добавлю еще чуть-чуть крема. Ребят, вы там живые, вы наблюдаете за мной? То действительно, я без музыки готовлю. Просто, ну, ТикТок не очень любит, когда музыка в эфире. Вот я прямо где-то конкретно вторым слоем добавляю, чтобы прям... Ну, это будет очень суперский десерт. Очень. Я вам отвечаю. Я пробовала на каждом этапе все наше. И коржи, и крем. Попробовала кремушек. Вот эта красота. Будет офигенная вкуснота. Посмотрите, как этот крем хорошо держит пики. Он никуда не расползается. Я сейчас вам еще покажу поближе. Я хочу додавить этот уже крем. Его осталось чуть-чуть, чтобы реально... Ой, не упал. Чтобы реально это была прям... калорийность этого торта. То есть все ингредиенты, которые мы использовали, чтобы они сюда и пошли. Вы можете, конечно, делать красивее. Я уверена, что вы талантливее меня и сделаете все гораздо красивее. И если бы я делала это куда-то на праздник, я бы тоже, наверное, сделала еще красивее вариант. Но у меня вот такой вариант. Смотрите. Вот он не течет никуда. Вот я его наклоняю, он даже не течет никуда. Вот он там слоями у нас весь выложен. И сейчас можно присыпать корицей либо же какао. Я возьму какао. Сейчас секундочку. Это я за маленьким ситечком сгоняла по-быстренькому, да? И весь рецепт вам еще раз повторю. И мы с вами взвесим, какой выход этого торта получился. Так, какао. Так. закончили, как говорит воспитатель в детском саду. Зарядку закончили. Пройдусь по бортику. Можно украсить малинкой, мятой. Это потрясающе вкусный тортик и очень простой. И очень простой в приготовлении. Вы же видите, все очень быстро, не сложно мы приготовили. Сейчас все еще раз расскажу. Вот такая красота у нас с вами сегодня получилась, мои хорошие. убираю все тут ненужное, что мне мешает. И показываю вам этот супер тортик. Жду вашей реакции. Жду вашей реакции на мой супер тортик, на мой ппшный тирамисушник. Вот такой мы сегодня торт приготовили. Класс! Подарок Юля мне прислала за такой классный торт. Вот такая красота. Вы как раз такие видите. Здесь слоями у нас раз, два, три, три или четыре я уже сбилась слоя коржей. Вот такая красота. Вот такой он настоящий тирамису красивый. Ну пики у меня такие. Я уже додавливала весь крем, который есть. но вот он держится хорошо. Все пики они держатся очень хорошо. Он не течет, не падает, ничего. Вот такой замечательный, классный тирамису мы приготовили. Это я придерживаю, чтобы он не свалился, а вы могли зафиксировать эту красоту. такую. Так, давайте взвесим, чтобы знать точный вес этого тортика. Сколько из этих ингредиентов получается по весу торт? Это ппшный торт, мои хорошие. Это торт реально, который можно при похудении. Значит так, вес его 910 граммов вместе с емкостью. Емкость 40 граммов была, значит 870 граммов у нас получился торт. 870 граммов вот такой тирамису красивый мы с вами приготовили. Что же нам понадобилось на 800 граммов? Волшебно выглядит. Поверьте, он на вкус просто офигенный. Вот я вам гарантирую, он очень вкусный. Я такой уже готовила. Поэтому сегодня все без рецептов, все как обычное, в прямом эфире придумываю, додумываю, но на самом деле основу я знаю наизусть. Возможно вариации ингредиентов немножечко больше, меньше смотрю, а вообще состав я знаю. Так, Наташа, это ваше призвание. Спасибо большое. На самом деле я действительно очень люблю готовить, люблю переделывать рецепты из классических, делать рецепты такие низкокалорийные, подходящие для того, чтобы держать себя в форме, чтобы мы оставались стройными и красивыми. Итак, мои хорошие, вот на этот замечательный торт, торт цирамису, что нам понадобилось? Как мы, в нем нет ни капли муки, вот ни граммулечки муки нету, торт без муки. Вы понимаете, что мы использовали? Для шоколадных коржей я использовала 2 яйца, 2 яйца, это 90 граммов у меня было, дальше, яблочное пюре 160 граммов, у меня было прям плотное мое домашнее пюре, сода, но я говорила, что вы можете менять на любое пюре, на банановое будет немножечко калорийнее, на кабачковое будет еще меньше калорий, на любое пюре, которое нагрушивое, что у вас есть. Значит, 2 яйца, 160 граммов яблочного пюре, пол чайной ложки соды, погасила ее немножечко кефирчиком до реакции, дальше, 35 граммов клетчатки у меня здесь, а нет, ребят, я еще добавила клетчатки 10 граммов в конце, значит, а, я ее и записала, все верно? Нет, я еще добавила, 45, вот, чуть, чуть не обманула вас, вот, вот, неумышленно, да? Значит, 2 яйца, 160 граммов яблочного пюре, пол чайной ложки соды, 45 граммов клетчатки пшеничной у меня, 20 граммов какао, все, вот так у меня получилось, это все я смешала, переложила в силиконовую форму, отправила в микроволновку на 5 минут, кто не пользуется микроволновкой, можете выпекать такой корж в духовке при температуре 180 градусов, готовый корж выложите, пожалуйста, на решетку и дайте ему остыть хотя бы до комнатной температуры и не трогайте его, чтобы он остался таким рыхлым, в это время мы занимаемся кремом, крем у нас двухсоставной, первый состав мы провариваем, берем 245 миллилитров молока, 30 граммов какао, туда добавьте, если хотите, ванилинчик или там, я добавила ароматизатор со вкусом вареной сгущенки и сахарозаменитель, все хорошенько в холодном виде перемешали и поставили увариваться, уваривайте не очень густой до состояния сметаны, до состояния сметаны, все перемешали и оставили охлаждаться, эту часть она должна остыть тоже хотя бы до комнатной температуры, потом в эту остывшую заварную часть крема мы добавляем рикотту, я использовала рикотта лайт, вы можете использовать мягкий творожок, но вкус будет немножко другой, рикотта, она такая нейтральная и сама по себе немножечко сладковатая на вкус, вот мне так кажется, а творожок он даст легкую кислинку, если вас это не смущает, то можете сделать с кислинкой, сейчас почитаю все ваши вопросы, можете сделать с небольшой кислиночкой, из мягкого творожка, я делаю с рикоттой, мне прям нравится и консистенция получается хорошая, пики не текут никуда, они вот прям вот их тряси-тряси, они прям упругие эти пики получаются, все, потом объединяем заварную часть с рикоттой, проходимся миксером, либо же просто хорошо вымешиваем, выкладываем эту массу, у меня нет кондитерского мешка, я вам показала, как я делаю в простой пакетик, срезаю уголок и начинаем собирать торт, для пропитки используем крепкий кофе с сахарозаменителем, чтобы был прям сладенький, выкладываем слой бисквита шоколадного, хорошенечко его пропитываем кофе, эти коржи не нужно опускать, как печенье савоярди в кофе, вы их пропитываете либо же кисточкой сверху, либо же чайной ложечкой поливаете, не нужно их опускать, они сразу там разойдутся, поэтому выкладываем шоколадный слой, хорошенечко пропитываем кофе сладким, слой крема, потом опять слой шоколадный слой крема, здесь у меня 4 слоя получилось, если я не ошибаюсь, просто они не все видны, не все видны, крем не так доложила до конца, все, и верхний слой, весь оставшийся крем отсаживаем из пакетика вот такие красивые пики, присыпаем какао и наш торт готов, его в принципе уже можно есть, он очень нежный, он не требует именно чтобы пропитки долгой, он нежный, его можно есть, но я его оставлю, оставлю, у меня дочка спит, сегодня еще выходной день, в школе выходной она отдыхает, и как раз пару часов торт пропитается и полностью остынет, естественно, пока он еще тепловатый, потому что я не ждала полного остывания компонентов до комнатной температуры, но если он постоит в холодильнике, он станет прям холодный, пропитанный, вот прям вот такой торт будет, готовьте и худейте с удовольствием, мы готовим торты на похудении, мои родные и хорошие, можно вот так вот худеть, кто не успел посмотреть полностью, так, Юлия, спасибо вам большое за ваши подарочки, кто не успел посмотреть полностью этап приготовления этого торта, завтра завтра к вечеру появится запись этого эфира вот здесь на моем ютуб-канале прощай эксель, сходите туда и посмотрите, там же я просчитаю уже калорийность этого тортика и напишу конкретно из этих ингредиентов, конкретно на этот вес, какая калорийность получается, кому не втерпешь, можете сами пересчитать, ингредиенты я вам назвала, вес торта, кстати, не пометила для себя вес торта получился 870 граммов, это уже без формы чистого веса торта, так, сейчас быстренько посмотрю, что вы мне писали, да, что вы мне писали, можно ли узнать рецепт только так, 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 еще раньше, еще раньше, сколько вы мне всего написали, это очень приятно, это очень приятно, сейчас постараюсь быстренько ответить на ваши вопросы, так, ну, вы молодцы, здорово, так, 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 мы смотрим только на вас, так, дальше, классный корж, такой пористый, да, классный корж и ни грамма муки, вообще ни грамма муки, скиньте рецепт в тикток, ну, это нужно мне снять его еще раз отдельно, в следующий раз, когда буду готовить, тогда сниму отдельно, так, у меня отдельно его нету, вы же понимаете, все рецепты, которые в тикток, я снимаю отдельно, отдельно, не в хорошо, я поняла ваш запрос, торт действительно классный и я сниму рецепт, потому что он действительно классный, пусть его знают все люди, да, но с вас тогда на каждом рецепте комментарий, лайк и сохранение рецепта, вот если вы мне это гарантируете, я буду для вас готовить рецепты и выставлять в тикток, чтобы они у вас еще и сохранились, да, договорились, с вас лайк, комментарий и сохранение рецепта, тоже поделиться с кем-то из друзей, доброе утро, ароматизатор какой марки, я уже рассказывала, ароматизатор и покупаю в магазине все для кондитера, там абсолютно огромнейший выбор, у меня так мелко написано, это мне надо одеть очки, чтобы почитать, я честно сказать, не знаю, зайдите, посмотрите, там много и натуральные, синтетические, там продавцы вам подскажут, доброе утро, Людмила, доброе утро, прелесть, супер, с рикоттой, вообще, класс, да, я согласна, но вы не знали, что она бывает лайт, бывает, рикотта лайт, она с пониженной жирностью идет, и соответственно, калорий в ней меньше, так, так, спасибо большое, подписалась на вас, да, лучше вас здесь никого нет, боже, как мне это приятно, вообще, спасибо, мои хорошие, за ваше доверие, доброе утро, напишите, с чем реку вы тут смешали, я рассказала только что, как ты это все придумываешь, ну, вот как-то так, я не знаю, мой муж всегда спрашивает, кто тебя учил готовить, никто меня не учил готовить, жизнь научила, вот сама брала, экспериментировала, мне это действительно интересно, переделывайте рецепты, смотреть, как получится, вот мы в прямом эфире, сейчас смешали, смешали, и все классно получилось, молоко, крахмал, сахар, да, так, пропустила, а вы сможете выложить рецептик на канале прощай.эксэль, подпишитесь, завтра там появится запись этого эфира, так, и там же в описании обычно муж пишет рецепт, ингредиенты, сколько чего, и какая калорийность, у меня ютуб канал загружает муж мои эфиры, так, умничка большая, спасибо за такой рецепт, ура, будет эфир, спасибо, всегда сохраняю свои эфиры, так, так, не знала, спасибо за лайфхак, это, наверное, как вот крем, да, как крем, я в простой пакетик делаю, и очень классно, так, можно ли крахмал на ПП, ну, конечно, можно, крахмал, это длинный углевод, у него длинная молекулярная цепочка, у него высокий гликемический индекс, но вы не едите крахмал, как монопродукт, вы его сочетаете с другими продуктами, поэтому его можно тоже, просто нужно знать, с чем сочетать, так, умничка, спасибо большое, так, 30 граммов крахмала на весь тортик, да, в том числе его и немного, Наташа, не оторваться, мне же на работу, как все классно, здорово, спасибо большое, спасибо большое за ваши комплименты, я не все их озвучиваю, но я их все просматриваю, так, ребенку попросила пюрешку, чищу картошку, и на вас засмотрелось, и даже порезалась, будьте аккуратнее, пожалуйста, да, я рада, что вам нравится смотреть, так, спасибо за ваши подарочки, так, какой шикарный, низкокалорийный торт, реально, ребята, кому вот, ну не лень, да, и кто хочет питаться вкусно, вот сходите еще в мою группу, прощай, Excel, ВКонтакте, там есть рецепты, и других, низкокалорийных тортов, кто не найдет, группу, прощай, Excel, можете приходить, на мою страничку, Наталья Самсонкина, там еще больше рецептов, там 100% есть рецепты, готовые, просчитанные, низкокалорийных тортов, таких тортов, которые, меньше 100 килокалорий, на 100 граммов, морковный, там есть, там есть, и тирамису, наверное, есть, там есть, и ленивый Наполеон, сходите туда, если вы сладкоежка, подпишитесь, группа ВКонтакте, прощай, Excel, канал на Ютубе, прощай, Excel, и моя личная страница, ВКонтакте, Наталья Самсонкина, там больше всего рецептов, потому что там просто по времени, я давно уже веду эту страницу, с вами точно можно похудеть, с такими рецептами, конечно, главное условие, даже этот торт, как мы едим торты при похудении, мы их не едим, как монопродукт, мои хорошие, мы их едим на десерт, после основного приема пищи, это одно из важных условий, любое сладкое, любой сладкий продукт, едим только после основного приема пищи, будь то фрукты, будь то тортики, пирожные, кофе с сахаром, или что-то еще, только в конце пищи на десерт, и естественно не 800 граммов, мои хорошие, я думаю, что вот это не нуждается уже в объяснении, мы не за раз садим и съедаем этот торт, правильно? Да. Как его потом доставать из формы? Торты тирамису, они едятся ложкой, действительно, но вы можете вот так вот разрезать и лопаточкой аккуратно достать. Такие тортики, они реально, даже если вы где-то в кафе, но как вариант, если вы хотите принести в гости какой-то такой торт, вы собираете его в разъемной форме, ставите по бортику специальную кондитерскую пленку, она такая плотная, как-то она называется, ацетатная или что-то такое, я вот точно сейчас не вспомню, в разъемную форму по бортику вставляете по кругу, по квадрату, какая у вас форма, я не знаю, вот эту плотную пленку такую, когда торт вы собрали, он у вас постоял, стабилизировался, и вы готовы его нести в гости, раскрываете свою сборную форму и снимаете эту пленку, и у вас торт остается в чистом виде, и тогда вы его можете смело резать просто ножом и подавать гостям, а можете эту пленку не снимать, многие кондитеры даже, если не уверены в том, что торт хорошо стабилизировался, оставляют пленку, она совершенно прозрачная, абсолютно прозрачная пленка, и еще даже завязывают вот так по бортику какой-нибудь красивый банк, как украшение для торта, вот так можно этот торт подавать гостям на стол, так, можно ложкой, да, рецептик еще рассказала, где можно будет посмотреть, ой, как нравится, в предвкушении сделаю сегодня, здорово, вот кто сделает, не поленитесь, вот подпишитесь на мою группу прощай.xl, и присылайте мне туда свои фотографии, вот вчера уже люди присылали мне фотографии, вафли, салаты, что делают, это классно, большая умничка, мне очень нравятся ваши все комплименты, я очень рада, что вам это понравилось, этот рецепт, этот тортик, так, как это доставать, только что рассказала, за подарки отдельно вам спасибо, мои хорошие, так, как в пятизвездочном отеле, а может быть и лучше, потому что там мне позаботиться о вашей фигуре, а я позабочусь, я позабочусь о вашей фигуре, какой вес, вес получился 870 граммов, красота, вкуснота, я и тортик супер, очень-очень приятно, вижу все ваши комплименты, так, ваши рецепты супер, готовила рулет из кабачка, просто вкусняшка, а я про что говорю, мои хорошие, можно питаться вкусно, низкокалорийно, худеть при этом, и ни в чем себе не отказывать, кто не видел, классный, действительно суперский рецепт, рулет из кабачка, готовили его пару дней назад, в прямом эфире, сходите на канал, прощай.xl, на ютубе, и посмотрите запись эфира, где мы готовим кабачковый рулет, она уже доступна, он реально очень вкусный, и мы приготовили, вот вроде небольшой, вот такой, но он вот такой был, в объеме, мы его ели, наверное, дня вот три, только-только вчера доели, он вкусный, сытный, и очень такой хороший, и калорийность рулета получила всего лишь, по-моему, 118 килокалорий, если я не ошибаюсь, что-то около того, может меньше, может я уже с чем перепутала, ну в общем, там будет написано, там будет написано, так-так-так-так-так, что-то не какао, а крахмал, крахмал, и какао здесь есть, и крахмал есть, нет клетчатки, чем заменить, можете заменить обычной мукой, рисовой, или самой простой, смолоть овсяные хлопья, но вы должны учитывать, что любая мука, хлопья смолотые, и так далее, это углеводы, которые у вас усвоятся, как надо, в глюкозу, а клетчатка нет, клетчатка у вас не превратится в глюкозу в вашем организме, она просто транзитом пройдет у вас, как балластный компонент, ее можно даже не учитывать в калорийности, доброе утро, так, вот это вкусняшка, я все пропустила, а кто пропустил, тот сходит на канал прощай.xl, завтра появится запись моего вот этого эфира, так, мои хорошие, как вытащить из формы, рассказала, я буду ждать рецепт, да, ладно, уговорили, я обязательно сниму еще и рецепт на тикток, но не самое ближайшее время, потому что у меня очень много уже отснятых рецептов, которые я для вас каждый день монтирую, и добавляю, поэтому, обязательно сниму рецепт, но не прям вот сегодня, завтра, буду пока выкладывать те рецепты, которые я уже отсняла, и смонтировала для вас, а с вас, конечно, прийти в тикток, зайти в рецепты, почитать их, написать свой комментарий, нравится рецепт, не нравится, что вы хотите в нем изменить, либо же не хотите изменить, поставить лайк, поделиться этим рецептом с друзьями, либо же выслать самому себе в личное сообщение, я все это делаю, для вас, мои хорошие, я-то все это умею делать, делаю все это для вас, так, 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 спасибо большое, а если переборщила и перебрала к ЭБЖУ немного, но все же, что делать на следующий день? Ничего не делать, вот ничего не делать, если у вас случайно так получилось, случился зажор, да, накануне, завтра вы просто, как говорится, упал, встал, отряхнулся, сделал вид, что ничего не было, и пошел, вы едите на свою привычную калорийность, и ничего вообще не делаете, почему? Потому что, если вы на завтра начинаете ограничивать себя в калорийности, типа компенсировать, сегодня переел, завтра не доберу, значит, послезавтра вы наберете еще больше, вот так люди в зажоры и уходят, когда они начинают метаться, тут переел, потом поголодал, а на завтра чувство голода еще сильнее, и вам с ним просто не справиться, поэтому, если вы случайно переели накануне, завтра все, просто продолжаете в своем штатном режиме, на свою калорийность, на свои БЖУ, и никаких проблем, белковый день нужно делать тогда, когда у вас остановился вес, когда вам нужно согнать отеки, и так далее, в любом другом случае, не надо себя мучать, никакими разгрузочными, вот такими прям жесткими днями, даже разгрузочный день, он по факту должен быть на вашу калорийность, зайдите ко мне в тикток, посмотрите, два варианта хороших разгрузочных дней там есть, очень классный тортик, так, договорились, гарантируем, это то, что вы придете, и этот тортик там отлайкаете у меня, да, хорошо, прощай, Excel на YouTube, да, прощай, не XXL, а прощай, Excel просто, прощай, Excel, спасибо огромное, здорово, 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 приятно, так, придется, значит, регистрироваться в ВКонтакте, да, вы знаете, что, была у меня страничка в Инстаграм, но у меня не хватает нам все времени, я не стала развивать Инстаграм, а ВКонтакте у меня просто уже старая страница, ей там, я не знаю, года 4, наверное, может и больше, вот там я и осталась, в принципе, там очень много полезной информации, вот с самого начала можете почитать, конкретно мою личную страницу, и группа есть, прощай, Excel, но есть и моя личная страница, Наталья Самсонкина, из Минска, вот там, там стоит аватарка, такая же, как у меня в ТикТок, можете ориентироваться, вот там прям кладезь полезной информации, тоже сходите туда, как называется тортик, тортик, ну, по типу тирамису, не придумала я его название, я его называю такой вот, ппшный тирамису, хотя здесь не печенье с авоярди, как должно быть, а здесь шоколадное коржи, а так, ну, по виду он тирамису, он по виду у меня тирамису, вот с пиками, с какао, поэтому для меня это тирамису, так, простимулировали на все выходные, здорово, Наташенька, что все объясняете, спасибо, что и как все усваивается, да, да, мои хорошие, все правильно, нужно знать эти основы, чтобы худеть, где взять клетчатку, в простом магазине, в отделе здорового питания, сколько чашек кофе можно в день, смотрите, по своему состоянию здоровья, не могу вам дать прям конкретную рекомендацию, потому что кофе, оно и давление повышает, и на сердечно-сосудистую систему влияет, и на нервную систему, поэтому вы смотрите по себе, лично, вот я гипотоник, у меня низкое давление, после того, как я похудела уже на 42 килограмма, у меня давление низкое, 100 на 60, это вот мое рабочее сейчас давление, поэтому я смело могу выпить 4-5 чашек кофе в день, если у вас другая ситуация со здоровьем, значит вам нужна и другая норма по кофеину, так, ждем в тикток, вы классно, ой, спасибо большое, мы отправляем друзьям ваши рецепты, вы молодцы, вы умницы, так, вам нужно ПП-ресторан открывать, кстати, девочки из моих программ по снижению веса, мои клиентки, они мне уже это тоже предлагали, они мне даже говорили, Наташа, тебе нужно организовать какую-то службу доставки, не то что ПП-ресторан, а службу доставки готовых рационов, ПП-шных, на которых люди будут ходить, ну, мои хорошие, это отдельный бизнес, и его нужно тоже изучить, там тоже есть всякие нюансы, не моя сфера, моя сфера, диетология, нутрициология, я с удовольствием делюсь этими знаниями с вами, попутно увлекаюсь, как это, кулинарией, и рассказываю вам свои рецепты и фишки, и надеюсь, это имеет отклик у вас, и вам полезно, так, 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 все, я вижу, это мое призвание, спасибо за вашу похвалу, вижу, что вам понравилось, тортик готов, вот такой классный, классный тирамису мы с вами сегодня приготовили, в прямом эфире, все он настоится, я уверена, что он будет бомбезно вкусный, все, запись эфира, ищите на Прощай.xl на ютубе, рецепт, пообещала, сниму, обязательно выложу в тикток, но не прямо сейчас, спасибо вам большое, что вы провели это утро со мной, напоминаю, что свои эфиры я провожу ежедневно в 8 часов утра, на этом месте, я у себя на кухне, у вас в тикток, приходите по московскому времени, 8 часов по московскому времени, каждый день я жду вас к себе в гости, мои хорошие, приходите. Спасибо, что были вместе со мной этим утром. И до завтра. У меня планов пока никаких особых нет, поэтому планирую встретиться с вами завтра. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok